Организация дорожного движения, пешеходное движение не разделено. В соответствии с организацией дорожного движения согласно проектным решением устраивается разделение пешеходных потоков от транспортных потоков. Вот мы видим, заливка получается в клеточку, это грущадка, здесь у нас двигаются пешеходы. Это у нас велосипедная дорожка, а вот с ней, это замечательная, это автомобильная дорога. Извините, я объясняю подробно, чтобы всем было понятно. У входа на набережную устраиваются парковочные места для автомобилей, вот в этом месте. Здесь устраиваются входы, также биопарковка, имеется возможность взять, ну, все это виноват, оставить прогуляться пешком. И здесь вот два места, к сожалению, не так много, для автобуса. Дальше движемся здесь, получается, дорожные движения, велосипеды и пешеходы гуляют. Зона, привыкающая к территории Святой Троицын, в инстрии, ранее мы здесь предполагали разместить автобусные парковочные места. Так, по обращениях отца Василия по сути, мы здесь разместили тихую зону, чтобы не мешать учить все интересы. В настоящий момент здесь планируется устройство красивого отделения, устанков и пешеходные прогулочные дорожки. Переходы через дорогу по безопасному переходу попадают также в цехную зону, отделена пешеходная зонами, зелеными зонами, также обусловленными кустарниками. Здесь скамейки будут представлены. Из малых архитектурных форм на объекты предусматриваются скамейки, урны, входы, гоноризации и белоподобные. Устраиванные детники будут снабжены помещенным водопроводом для поддержания состояния. Продолжение следует... Ну, в принципе, у меня, наверное, все. Есть вопросы? Уважаемый дядя, пишите, есть вопросы? Так большое. Прошу. Как я... Как я... Как я... Как я... Как я... Остановка... Около остановки... Около остановки какие объекты предусмотрели? Так... Две перфеки, вроде бы, там есть остановка. Вот здесь... Вот здесь... Вот на этой площадке какие объекты будут предусмотрены? А, здесь у нас... Поняла вопрос. Да. Остановочный побильон. Да. Эта... Клеточка получается дорожная такая, Крущак. Здесь пешеходные зоны. Прогулируют пешеходы. Останавливают свой остановок. На вот эти прогулочные зоны будут установлены скамейчики, где можно посидеть. А, вот эти вот... Зоны пустые здесь будут устраиваться и скамейки. То есть, сплошные павроны, где-то старшие зверняки, можно посидеть, огрануться и в этом мире даже так. Спасибо. А... Вот как раз там дорожные есть... Отмеченные там... Которые идут к монастырю, да? Вот это... У нас в будущем есть проект восстановления главного монастырета. Предусмотрели это возможности? Да. Это вопрос в вашу комнату. По поводу того, что здесь находится арка, вход. Мы с вами уже обсуждали. Я думаю, что здесь в правом данном проекта предусмотрене, получается, входной зоной на территорию, на будущий вход, получается, на территорию монастыря предусмотрено просто отельнением. Я... Как мы уже обсуждали, там требуется средство грунта, да? Если помните, это не столько прям... Другого проекта, но... При производстве работ по входу. При производстве работ по входу. Ну да, работ. Не получается там. Не получается там... Разлупиться. Так... Еще вопрос есть? Вот у меня вопрос по этой главной лестнице к выходу в лобни, там существующие двойные ступени, что вы хотите, если к нам решить вопрос? Те ступени, которые в хорошем состоянии, их можно в принципе оставить, а те, которые... То есть вы будете работать вместе с остальным делом, с остальными границами ступеней? Вот смотрите, там ступени не все в плохом состоянии. Ну, понятно. Цель экономии бюджетных средств, конечно, хорошей границей плиты должны оставить. Ну, и потом эти проектные решения в рамках рабочей документации более детально рассматриваются. И в рамках ППТ и проекта сформированиями желаниями. То есть если требование будет заменить границные плиты на новые, это решение можно предусмотреть. Теперь вот на этой же главной лестнице, которая выходит на эту точку, там были в свое время предложения организовать такой геогонарный, но, панус для, значит, геология. Вы, нет, я знаю, это вот это вот, которое ведется. А вот на той лестнице, потому что сюда попадают и с Константина Иванова, и потом с этого прохода основного, попадают на эту площадку, и желает нам бы, конечно, с нее выйти на награды. И вот то, что есть, это хорошо. Но вот тут вы не рассматривали возможность строиться там пануса? Я вас поняла, вы говорите об устроении пануса на центральной лестнице. Да, на центральной лестнице. Вы предусмотрели панус боковой лестнице, то есть заходя до центральной лестнице, панус может следить и сюда, и сюда. Но плюсом, как я хотел помнить, что сейчас мы как бы границы земельных участков рассматриваем. Если я вам хоть не буду рассмотреть панус с этой стороны, с стороны центральной лестнице, то нам, как очень, как и так, и... Ну, как-то на самом направлении, на самом направлении хотелось бы, чтобы было движение и для иммунитов. Теперь вот это, что у вас обозначение вот перед ступенью будет? Это что, информационные щиты или что-то? Значит, да. А, вы здесь? Да, да. Тактильные плиты. Тактильные плиты. Требование для организации движения маломобильного группа селения. Тактильные плиты устанавливаются в покрытиях для людей со слабым зрением. То есть, они не печатающиеся в этой конструкции, человек с ростом может определить, что здесь препятствие. По тактильным видам он ощущает это препятствие, занимается дальше, будет резница и спускается обратно. Теперь вот южный вход в монастырь, там вот церковь Федора Саратиланта и вот этот арочный проход туда внутрь, он ниже отметки земли на приметающей территории. Вы не рассматривали такой вопрос, значит, вот этой площадки перед входом в монастырь, загубить, опустить, опустить несколько ниже, там или немного есть, можно организовать ленивые сухи, но зато вход в монастырь, вот этот арочный, ну, он будет иметь хорошее, нормальное решение. А сейчас он там ниже, наверное, сантиметров на 40. Данное решение также рассматривали, мы воспомнили уроки проектов и документации. Мне, давайте, что говорить, нет, как я буду делать, за мудрением, не смотрели вы это. А, смотрели, данное решение рассматривали, но на протяжении проектной документации, сейчас проект планировки только обсуждаем. Пока, спасибо. А можно? Да, так. Еще вопрос. Еще вопрос. Погодите. Да, да, да. Продолжение следует...